18 декабря Ренийский порт отметит 204 год своего рождения. В 2020 году на территории этого градообразующего предприятия был проведен достаточно большой объем работ. В этом году сделан упор на обновление портовой инфраструктуры. Это новая дорога, которая проложена через 2-е КПП, полностью дорога из бетонного покрытия. Она выдерживает более тяжелую нагрузку, более большую нагрузку. И я думаю, что она в любом случае прослужит намного больше, чем асфальтовая. Хочу бы отметить ремонт железнодорожной колеи, например. Это с 1 по 7 причал. Ремонт подкрановых колей, ремонт стрелочных переводов, переездов, ремонт железнодорожных переездов. У нас был интересный груз в этом году. Это ветряки. Для того, чтобы удалось как бы перевалить это все у нас в порту и соответственно вывести, мы проделали огромную работу. Местами где-то было поднято дорожное покрытие на несколько градусов, переложены новые плиты, установлены ворота откатные электрические для того, чтобы этот груз беспрепятственно мог миновать пределы порта. Очень интересное нововведение, электронный доступ хотел бы сказать. То есть сегодня у нас следующего, мы сейчас внедряем, следующего года у нас будут электронные пропуска у каждого сотрудника, у каждого портового оператора, который это пожелает сотруднику СМБ. Ему не нужно выходить, открывать ворота, закрывать. Он будет нажимать кнопочку на пульте и открываться шлокбаум. Был в этом году, значит, проект по берегу укрепления участка. Удалось ли его завершить? Да, мы его полностью завершили. На том месте уже не рушится берег, мы можем это пронаблюдать. То есть все сделано качественно, все сделано в срок. К сожалению, у нас в стране, как и во всем другом цивилизованном мире, ремонт гидресооружения довольно затратная финансовая часть, поэтому, конечно, это все стоит недешево, но это все строится не на один год, на целое десятилетие. Уже более года руководство ренийского филиала АМПУ занимается вопросом углубления затона. Самым большим препятствием оказалось экологическое ведомство. Мы получили дозвол на проведение дноглубительных работ. Это, я хочу сказать, очень большая победа в целом всего коллектива ренийского филиала, потому что, вы же понимаете, глубины должны быть поддерживаться. Порт у нас на сегодняшний день находится в очень жесткой конкуренции, поэтому мы должны не отставать ни от тех соседей, которые выше по течению, ни от тех соседей, которые ниже по течению. Поэтому мы должны все поддерживать, мы должны углубить затон, мы должны сделать так, чтобы инфраструктура порта могла быть задействована на 100% в работе. Объявили тендер на проведение дноглубительных работ, поэтому если есть желающие компании, которые имеют соответствующие лицензии и опыт работы, они могут в этом тендере участвовать. И я планирую, что до лета следующего года мы эту работу уже проведем. Самое главное, финансирование есть, дозу есть, и ничего не запрещает нам это все делать. Тендер объявлен, поэтому он висит на прозоре, вы можете, кому интересно, зайти посмотреть, а кому еще интереснее, можете участвовать. Главное, иметь соответствующие свидетельства и опыт работы. Что касается комплекса РОРО, который был в свое время построен, успешно работал, вообще есть шанс реанимировать его? И вообще, в принципе, возможно ли это после того, как пущена паромная переправа Орловка и Сакчи? Вы знаете, тут надо смотреть более масштабно. Комплекс РОРО, он предполагает не только работу с паромами, то есть это, в принципе, можно организовать любой вид бизнеса на этой территории. Поэтому мы ищем туда инвесторов. Есть у нас четыре заинтересованных компаний, которые хотят взять этот комплекс. Ну, пока мы все на стадии переговорного процесса. Как известно, Ренийский порт располагает специальным флотом, который также необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Судоремонт мы проводим, в принципе, всегда. Мы должны следить за этим, чтобы предоставлять портовым операторам и судовладельцам, капитанам соответствующие услуги, качественные услуги. Для этого мы обновили РЛС на практически всех наших судах портов флота, что мы можем работать в любую погоду и, в принципе, и днем, и ночью. В этом году была усовершенствована носовая часть спасательного катера «Смелый», вследствие чего он получил класс ледокола. Мы на сегодняшний день, даже если скует льдом наш затон или наш, например, акваторий, мы можем его использовать, в принципе, как ледокол. А какой из реализованных проектов вы считаете самым знаковым и самым важным? Самое важное, чтобы человек шел с мыслью о работе на работу, выполнял ее честно, качественно. Каждый день мы имеем ряд небольших побед или больших, ряд, что же говорить, есть такое, небольших поражений. Для того, чтобы побед было больше, нужно делать свою работу усердно, нормально и качественно каждый день. И такими маленькими-маленькими шажочками мы сможем улучшить привлекательность и работу нашего порта любимого. Поэтому тут нельзя останавливаться ни на день, потому что эти конкуренты не дремлют. Будет ли ренийский филиал АМПУ объединяться с Измаильским и Усть-Дунайским? Об этом и многом другом в нашем следующем сюжете.